Небольшую часть и еще темы, которая имеет отношение к богословию, которую мы называем благочестием. Благочестие мы в Писании находим очень много этого слова, которого употребляется и причем преподносится разные аспекты или грани. Что же такое благочестие? Благочестие это, если дословно перевести это слово с греческого, оно подразумевает благоговение, почтение и страх, преданность, верность по отношению к Богу. Это внутреннее состояние благоговения и преданности Богу в жизни верующего, которое и определяет поступки христианина. Благочестие, именно в этом значение самого этого слова. Если человек истину познал, какое же есть видимое доказательство того, что человек истину познал? Читаем с вами вместе Титу 1.1, где написано следующее. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию. Обратите внимание, что апостол Павел познание истины увязал в одну цепь с благочестием. Это значит, один из видимых доказательств того, что человек истину познал, это когда он благочестивым стал. И наличие благочестия в жизни человека одно из доказательств, что он истину знает. У апостола Петра вы можете найти другую, как раз таки, противоречие вот тому, то есть противоположность тому, что сказано здесь. Помните, написано в Библии за тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, те, которые произносят надутые слова, те, которые едва отстали от мирских похотей, они их снова уловляют в мирские похоти, и так для них второе бывает хуже первого, что они оставили прямой путь Христов и увлекаются похотями. Так вот, в чем проблема? Говорят, что они Бога знают, а жизнью своей от Него отрекаются. Так вот, мы констатируем следующее. Есть видимое доказательство того, что ты истину знаешь. И этим видимым доказательством является не то, что ты говоришь, не то, что в твоей голове есть в виде знаний, а в виде того образа жизни, который ты проводишь. Почему Павел и сказал, познание истины, относящееся к благочестию. Если ты благочестив, то тогда и без громких слов ты делаешь доказательство того, что ты истину знаешь. А если в твоей жизни благочестия нет, то, скорее всего, ты только думаешь, что ты истину познал, а на самом деле ты от истины далек. Следующее заявление, 1 Тимофею 6.3. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Оказывается, здравые слова Господа нашего Иисуса Христа имеют отношение к учению о благочестии. Значит, тот, кто учит и говорит, что мы провозглашаем учение Иисуса Христа, но при этом о благочестии не учит, значит, это человек, который учение Иисуса Христа постиг не до конца. Здесь обратите внимание, здравые слова Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Не может человек, возвещающий учение Иисуса Христа, упустить учение о благочестии. И это звенья одной цепи. Учение о благочестии подразумевают здравые слова Господа Иисуса Христа. Здравые слова Господа Иисуса Христа затрагивают учение о благочестии. Благочестие, причем это заповедь. Яков 1.27. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. И что значит презирать сирот и вдов? Это значит иметь чуткое сердце, которое небезразлично к нужным и скорбям тем, кому труднее, нежели тебе. Вторая часть этой фразы – хранить себя неоскверненным от мира. Значит, истинное благочестие – это благочестивый – это добрый и внимательный к нуждам других, а также чистый и святой во всех делах и поступках. Значит, благочестие захватывает как минимум две таких стороны. Это правильный образ жизни у меня и чуткое отношение к нуждам и проблемам, которые есть у других. Вот это истинное благочестие. Благочестие, оно приобретается. И в Библии прямо-таки написано, 1 Тимофею 6,6 – великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Оказывается, мы, братья, благочестивыми людьми не рождаемся. Но благочестие – это то, что мы с вами должны в процессе нашей жизни приобресть. И то, как приобретается благочестие, мы отметим. «Приобретается же благочестие через упражнение в благочестии». 1 Тимофею 4,7 – «Негодный же и бабьих басен, отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Смотрите, как человек приобретает навык, к примеру, ну, очень квалифицированно и качественно ложить кирпич. Он упражняется ложить кирпич, и в результате он приобретает качество специалиста высокого разряда. Как человек приобретает способность играть на фортепиано, на аккордеоне, на скрипке, на вилончели. И как он приобретает, упражняясь играть на музыкальном инструменте, он приобретает высокую квалификацию, чтобы делать это самым наилучшим образом. Оказывается, я приобретаю то, в чем упражняюсь. Если я упражняюсь учить иностранный язык, я смогу разговаривать на иностранном языке. Если я упражняюсь, готовить пироги, печь блины, если я упражняюсь, выполнять какую-то строительную работу, если я упражняюсь, к примеру, будучи врачом, терапевтом, хирургом, окулистом, оказывать людям услугу, если я в этом упражняюсь, то в этом моя квалификация и поднимается вверх. Поэтому упражнять себя в благочестии, это значит, практикуй себя быть благочестивым, и ты уровень своего благочестия будешь поднимать все выше. ступени для упражнения в благочестии. Если вы обращали внимание, иногда люди в качестве упражнений, они используют, казалось бы, такое абсолютно простое дело, как подниматься по ступенечкам. Поднялись они вверх, спустились вниз, поднялись вверх, спустились вниз. И люди говорят, что это упражнение. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что у апостола Петра 2 глава, 1 глава, с 5 по 7 стиха, у него указаны ступеньки благочестия, по которым мы с вами можем ежедневно бегать, но только это упражнение не физическое, а это упражнение духовное упражнять себя в благочестии. И вот как это написано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере в вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Любовь. Показать в вере добродетель. Что же это за такое удивительное качество? В вере, то есть верующий в Иисуса Христа человек должен для себя поставить такую цель. Я хочу быть добродетельным. Так вот, добродетель в этом отношении, смотрите, как это переводится. Значение этого слова имеет следующее значение. Это нравственное совершенство и превосходное качество. Показать в вере добродетель, это значит иметь внутреннее желание во всех словах и поступках проявить нравственное совершенство и превосходное качество. Вообще, человеку в жизни очень важно поставить правильную цель. Вот спасенный человек. И у него в жизни должна быть поставлена правильная цель. И правильная цель у спасенного человека, он должен стремиться к совершенству. Прямо так в Писании написано, чтобы мы оставили младенчество, а поспешили к совершенству. И нам с вами жизнь, которую Бог подарил на земле, важно ее правильно использовать. Используй время подаренной жизни на земле для правильной цели. Используй время на земле для того, чтобы тебе спешить к совершенству. И мы, живя на земле, можем с вами по мере того, как мы живем, Обратите внимание, мы все ближе к совершенству приближаемся. Вот точки, которые перед вашими глазами получаются. Чем дольше я живу, тем ближе к совершенству я и приближаюсь. И вот в этом отношении хорошо, чтобы именно вот так схематично наша жизнь могла бы и выглядеть. Что я сегодня более совершенный, чем вчера, а завтра буду более совершенным, чем сегодня. Чтобы мы с вами имели тенденцию приближаться к совершенству. Но чтобы ни в коем случае мы в своей жизни не положили тенденцию в обратную сторону. Чем дольше я живу, тем менее совершенным я становлюсь. Итак, правильная жизненная цель. А теперь приобретение благочестия через упражнения в благочестии. Имея основанием в своей жизни следующее желание. Я во всех словах и поступках хочу проявить нравственное совершенство и превосходное качество. Вот наши ступенечки. Я хочу вам показать сейчас, братья, что учение о благочестии – это абсолютно практичное учение. Вот смотрите, ступенечка. Первая ступенька называется добродетель. Покажите в вере вашей добродетель. Что такое добродетель – это нравственное совершенство и превосходное качество. Мы проснулись утром, склонили свои колени перед Господом и сказали, Господи, все, что в этом дне сегодня я встречу, я хочу проявить нравственное совершенство и хочу проявить превосходное качество. Теперь мы с вами позавтракали и отправились на работу, на учебу, заниматься своими повседневными делами. По пути на работу зашли утром в магазин. Вот прямо переступая порог магазина, мы с вами сами себе ставим такую задачу. Господи, в магазине сколько времени я проведу? Я хочу проявить нравственное совершенство и превосходное качество. Вы ставите себе такую задачу, вы в вере своей готовы показать добродетель. Что это такое? Проявить нравственное совершенство и превосходное качество. Итак, вы собрали в магазине продукты, которые вы посчитали нужным для себя купить, подошли к кассе, стали в очередь для того, чтобы вас рассчитали, и прямо в это самое мгновение перед вами нагло пытается залезть человек, который вне очереди впереди вас пытается стать. Но вы, когда заходили в магазин, вы себе поставили задачу и сказали, я хочу в магазине проявить нравственное совершенство и превосходное качество. И вот, что Господь говорит дальше. А теперь, сын мой или дочь моя, проявляй в добродетели рассудительность. Картина следующая. Вы видите нагло человека, который лезет вне очереди. У вас внутри рождаются куча разных вариантов, как сейчас поступить. И вы сами внутри себя чувствуете, ох, я ему сейчас скажу, но я ему сейчас тут дам. Сейчас я его отсюда оттолкну, я его сейчас на свое место поставлю. Но что вы спешите? Вы спешите не озвучить первую попавшуюся версию, что сделать и что сказать, а вы спешите рассудить. Другими словами, вы в этот процесс говорите, Господи, как бы ты хотел, чтобы я в этот момент поступил. Что в этом момент будет наивысшим нравственным поступком и что может отражать в себе превосходное качество? И вы в процессе этого рассуждения, вы вдруг поймете, кротость ваша да будет известна всем человеком. Вы вдруг услышите, что те люди, которые причиняют вам зло, а вы будьте носителями только добра. И вы в рассудительности вдруг поймете, чего от вас хочет Бог. И будете четко слышать, к чему побуждает вас ваша собственная телесная хижина, гордыня и тщеславие. Что теперь следующая ступенечка делает? Он говорит, проявляй воздержание. Воздерживайся от того, что хотелось бы сделать, а делай то, что ты в рассудительности понял, чего от тебя ожидает Бог. Вот получается так, хотелось ему сейчас, эх, сказануть. И вдруг ты понял, нет, лучше проявить кротость. Хотелось бы, эх, двинуть. А ты вдруг понял, тебе нет, во всем нужно проявить в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту степенной, чтобы противник не имел, что сказать о нас худого. И вдруг в этот самый момент ты теперь понимаешь, хотелось тебе одного, а надо поступить по-другому. И ты этому человеку, отступая шаг назад, вдруг с абсолютной учтивостью и любовью говоришь, я вижу, вы спешите очень сильно, становитесь вместо меня, я с радостью уступаю вам место. И кем вы проявили теперь? Вы проявили себя человеком благочестивым. Вы проявили себя человеком, который приобрел честь от того, что вы проявили добро. И люди, которые стояли в очереди, наверное, друг к другу могут сказать, слушай, вот я бы сейчас на его месте, ок, бы сказал бы, от бы сейчас бы двинул. И вы стали в глазах всех присутствующих в магазине своего рода маяком и светильником, который проявил поступок и сказал слово не так, как все, а так, как чадо дня и чадо света. Но воздержание вам поможет, если вы с этим человеком в магазине встретились один раз. А если у вашей жизни какая-то ситуация, и это член вашей семьи, или это начальник ваш на работе, воздержание – это такое кратковременное состояние, когда надо удержаться от чего-то плохого. Ну а если этого плохого, оно вас по жизни сопровождает в виде родственника, в виде начальника по работе, Библия говорит тогда, в воздержании проявляй терпение. Терпение – это постоянное воздержание. Не на короткий отрезок времени, пока ты в магазине стоишь в очереди, а терпение – это постоянное воздержание. И Библия говорит нам, сколько нам надо терпеть. И Библия говорит такие удивительные вещи, указывая нам на конечную точку нашего терпения. И звучит это так – долго терпите до пришествия Дня Господня. Вот, братья, меньше нельзя, а больше можно. Вот до пришествия Дня Господня. Вот меньше терпеть нельзя, больше можно. До пришествия Дня Господня. И если человек так поступает, следующая ступенька, он благочестивый. А это значит, что это человек, который зашел в магазин чистым, в одежде чистом и светлом, который исправит на святых. И все события, которые развернулись теперь в магазине, они не закончились для него, что он приобрел какое-то чернельное пятно на своем весоне чистым и светлом. Почему? Потому что он ставил для себя правильную задачу. А теперь следующая картина. Вы уже вышли с магазина, и вы сейчас ждете общественного транспорта, когда подъедет троллейбус, трамвай, электричка, ну что угодно. И вы сами себе говорите, Господи, вот это то, с чего мы с вами начинали. Вы сами себе снова ставите на первую ступенечку, и вы сами себе говорите, Господи, все, что сейчас будет происходить внутри трамвая, троллейбуса, автобуса или электрички. Я хочу, чтобы с моей стороны здесь были проявлены нравственные качества и превосходные, нравственные совершенства и превосходное качество. Вы уже зашли внутрь общественного транспорта, и вы вдруг сталкиваетесь с ситуацией, когда человек какой-то там ведет себя чуть буйно, ведет себя невоспитанно, ведет себя развязано. А вы сами себе говорите, рассуждай, что в этом случае нужно сделать для того, чтобы остаться человеком в поступке нравственно, высоком и в превосходном качестве. Вот я отмечаю, что оказывается, христианин – это человек, который в любой отрезок своей жизни не должен спешить сказать, не должен спешить поступить, а должен спешить рассудить. Почему? Потому что когда ты рассуждаешь, ты позволяешь Богу прийти в твою жизнь откровением Его божественной заповеди, чтобы подсказать тебе, чего Бог от тебя в данном случае ожидает. И таким образом, поняв, что хорошо, а что плохо, ты воздержанием от плохого воздерживаешься, а хорошее проявляешь. Если ты едешь просто в электричке, то тебе можно воздержаться на короткий отрезок времени того негативного человека, который просто является твоим попутчиком. Следующая остановка – ты вышел, и называется воздерживаться больше не надо. Ты расстался с этим человеком. Ну а если что-то негативное является по жизни у тебя постоянно, это негодный сосед, тяжелый или трудный родственник, странный или буйный у тебя коллега по работе или начальник, то вот тогда воздержание маловато будет, тогда надо терпение, терпением преодолевать вот этот негативный аспект, а проявлять только позитивно. И ты получаешься человеком благочестивым, потому что тебя никто никогда не видит, что ты бы ругался, шумел, унижал, оскорблял, поддевал и так дальше. Почему? Потому что ты для себя ставишь правильную цель. Ты говоришь, я хочу во всем проявить нравственное совершенство и превосходное качество. А те, кто себя таким образом упражняет вот по таким ступенечкам, каждый раз, каждое утро, каждый день, в каждый момент, вот человек отправляется на служение, и он говорит, Господи, когда я переступлю порог молитвенного дома, я хочу, что все, что сейчас будет происходить внутри молитвенного дома, чтобы это было с моей стороны нравственно совершенным и чтобы с моей стороны это было превосходным качеством. А теперь для того, чтобы твой поступок именно таким по содержанию был, тогда рассуждай. Не спеши сказать, не спеши сделать, а спеши рассудить. А в процессе рассуждения ты поймешь, что Богу угодно в этом случае, а что не угодно. И вот как раз таки от того, что Богу не угодно, воздерживайся, не хватает воздержания, переключайся на терпение. И тогда ты будешь человеком благочестивым, имеющим честь от того, что ты проявляешь благо. Как-то, наверное, вы слыхали эту историю, когда один из братьев, он ехал в автобусе, и там людей было много, и он, когда немножко перемещался в автобусе, наступил одной женщине на ногу. А та женщина отреагировала на это очень раздражительно и сказала, Куда прешься, не видишь, мол, тут вот люди кругом. Ну, брат тихонечко извинился, простите, извините. А когда автобус ехал и остановился на очередной остановке, вышел брат, вышла, оказывается, и эта женщина. И когда они направились вместе, оказывается, они еще и идут в одном направлении. А одно направление – это молитвенный дом в воскресенье. И когда подошли к входной двери молитвенного дома, то брат так с улыбкой открывает дверь перед этой женщиной и говорит, Вот сюда я и прусь, вот сюда вот, в молитвенный дом. То вот, наверное, если бы эта женщина знала, что они вместе идут в молитвенный дом, то, наверное, она бы там в автобусе проявила бы превосходное качество и нравственное совершенство. Знаю историю, когда в городе Киеве одна женщина, она работала кондуктором, то есть она в общественном транспорте продавала билеты. И когда одной женщине прямо там в процессе движения общественного транспорта она начала предлагать билеты, а та женщина говорит, я не буду покупать. Ну и вот кондуктор, христианка, она сорвалась и начала там, негодная там, ты такая сякая, ты такая негодная. И в этом же троллейбусе или в этом автобусе была одна женщина, которая верующая, и знала этого кондуктора верующего. И она тихонечко пришла и пастору сказала, ой, чего я сегодня видела. Ну и рассказывает про поведение на работе в должности кондуктора верующей женщины, которая там человеку предлагала билеты, и вот с такими разными грубыми оборотами слов. И этот брат подзывает эту женщину, которая кондуктором работала, и он говорит ей такие слова. Послушай, я тебе рекомендую предпринять всевозможные усилия, чтобы эту женщину найти, и наверняка она на этом маршруте ездит, и как только ты ее найдешь, подойти и у нее попросить прощения. А он дальше ей говорит, знаешь почему? Потому что если вдруг кто-то из наших членов церкви пригласит этого человека к нам на служение, и когда эта женщина, которую ты грубила, сядет на место, ну в церкви, и вдруг увидит там среди членов церкви тебя, я думаю она спросит у своего соседа, слушай, а что это за женщина? И если о тебе скажут так, о, эта женщина с детства верующая, то человека, которого пригласили, то она придет к такому выводу, слушай, но если это с детства верующие так поступают, то нечего мне здесь делать. И он дальше ей говорит, для того, чтобы не стать преткновением, ты должна попросить прощения. И когда эта женщина придет на служение, и там увидит тебя, она скажет, о, это люди особенные. Если и допускают ошибки, то умеют в них каяться. Это я говорю о том, что в любой жизненной ситуации христианин имеет на себе такое обязательство проявить нравственное совершенство и превосходное качество. Мы один раз ехали в Украину через пограничный переход на Украине, с Белоруссии в Украину. С нами ехало, наверное, три, две или три машины, ну, большое такое количество у нас было, ехали только братья. И вот получается, какая получилась картина. На погранпереходе отдали мы паспорта, и одного человека в нашем автомобиле паспорт был просрочен, то есть закончился срок его действия, буквально там несколько дней тому назад. Хозяин паспорта этого не видел, и прямо на границе пограничник это установил, и он говорит, вы все можете ехать, кроме вот этого одного человека, который является владельцем этого паспорта. Среди нас был один брат, который все вопросы по жизни принят, так у него стиль такой, решать административным способом. И он так, кто здесь погранпереходе самый старший, зовите его сюда. А этот человек, который сидел вот в статусе того, кто проверял паспорта, он так спокойно говорит, и я здесь самый старший. Из наряда погранперехода я офицер, который здесь самый старший. И он говорит ему, пустите нас. Он говорит, нет, не пущу. И вот брат, который был среди нас, он так немножко на него такой административный, давление такое, я говорю тебе пусти, я тебе там то-другое. И вот один среди нас был старец, и он так тихонько этого привыкшего решать все административным путем, так тихонечко от этого окошка в сторонку, в сторонку, в сторонку, будучи с седой головой, тихонько смотрит этому пограничнику в глаза и говорит, я вас прошу ради Бога, пустите нас, пожалуйста. Мы едем туда-то. Объяснил причину нашего визита. И вот этот офицер держит паспорт, смотрит в глаза этому старцу и говорит такие слова, только ради вас. Потом на этого брата, только ради него я разрешаю вам проехать. Так вот, превосходное качество и нравственное совершенство. Иногда человеку хочется на себе рубашку порвать, что он такой смелый тут, готов подвиг совершить. А вот важно во всех без исключения аспектах проявить нравственное совершенство. Вот я обращаю ваше внимание, это вот так упражняясь. Ежедневно, если ты в каждом отдельно взятом аспекте своей жизни вот снова спускаешься на самую первую ступенечку и сам себе говоришь, я хочу в этом эпизоде поступить нравственно совершенным и самым, что мне есть, превосходным качеством. Господь тебе говорит, прекрасно, тогда рассуждай. И в процессе рассуждения ты получишь озарение, что для Бога в этой ситуации будет этим нравственным совершенством. А теперь, когда ты поймешь, чего от тебя ожидает Бог, наверняка ты будешь чувствовать у себя внутри и другие сценарии, как тебе хотелось бы поступить. Вот Господь говорит воздержанием, вот это негативное желание, тормози, а благородное и правильное проявляй. Не хватает воздержания, переключайся на терпение. И тогда ты будешь человеком благочестивым. А тот, кто благочестив, это человек, который способен проявить и братолюбие. А тот, кто любит братьев, тот человек, который может облечься и в совокупность совершенства, которое есть любовь. И вот теперь дальше мы читаем в Писании. Если, 2 Петра, 1 глава, 8 и 9 стих. Если это в вас есть и умножается, то есть, если вот такими духовными упражнениями вы ежедневно занимаетесь, читаем дальше, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего. Вот кто этими упражнениями духовными не занимается? Вот ответ. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья мои, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И вот конечная фраза, очень ценная. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот это интересная фраза. Так откроется вам свободный вход. Вы когда-нибудь видели дверь, которая приоткрыта немножко? То есть, дверь, у которого всего лишь маленькая щелка. И эта дверь больше не открывается. Она чем-то там с задней стороны, чем-то она подклинена, чем-то она там подперта. И маленькая щелка. А вам надо пройти через эту щелку. Но вы размером намного больше, нежели щель, которая образовалась в этой двери. Скажите, пожалуйста, как вам протиснуться через эту щель? Оказывается, это невозможно. Так вот, отдельные люди, они когда читают Священное Писание и понимают, что Бог от них ожидает, и одновременно смотрят, как они живут и как поступают, вот они приблизительно так и смотрят на дверь в Небесное Царство. Они говорят, «Господи, щель у тебя там такая? Маленькая. А я в своем поведении такой широкий. Как же мне проскользнуть в Небесное Царство?» Так вот, Петр здесь и советует, если ты будешь упражняться в благочестии, то ты сегодня удержал свои уста, завтра ничего другому не сказал, там никого не толкнул, там не нагрубил. И ты вдруг чувствуешь, Господи, так оказывается, дверь в Божье Царство, как здесь в Писании написано, имеет свободный вход. Почему? Потому что ты чувствуешь, что Божьи требования, которые к человеку звучат, в твоей жизни, в реальность и воплощаются. Между тем, что Бог от тебя ожидает, и тем, как ты живешь и поступаешь, есть полная гармония. Так вот, способности к благочестию человеку не нужно пассивно ждать, ему нужно в благочестии упражняться. И не секрет, если вы упражняетесь обуздывать свои уста, не секрет, что сегодня может не получиться, завтра чуть лучше, послезавтра еще лучше. Если вы упражняетесь ежедневно, то наверняка в любой сфере своей жизни вы можете достигнуть хорошего результата. В упражнении в благочестие нам помогает в том числе и благодать Святого Духа. Исайя 11 глава, 2 стих. И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Вот Дух благочестия. Это значит, что если ты хочешь быть благочестивым, благодать Святого Духа готова тебе помочь, чтобы это благочестие у тебя имело место и в проявлении. Последнее, что хочу показать, не жди пассивного проявления благочестия, а начни упражняться в благочестии, чтобы приобрести его. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Оказывается, учение Иисуса Христа, оно очень практично. Но просто надо практику, учение Иисуса Христа к себе применить и из пассивного ожидания в практику ее и воплотить. Итак, одно из доказательств того, что человек является истину познавшим, это когда он благочестие в своей жизни имеет. Здравые слова Господа нашего Иисуса Христа, это учение о благочестии. И я поощряю вас, братья, к тому, чтобы мы с вами не пассивно ждали, когда способность к благочестию к нам придет, а чтобы мы в благочестии упражнялись, и упражняясь в благочестии, благочестие приобретали. И тогда вам и мне вход в небесное царство не будет казаться щелью, такое узкое, и как туда протиснуться, а вы будете чувствовать, какая широкая и пространная дверь открыта для вас. Почему? Потому что требование, которое Бог к вам говорит, вы видите, что в соответствии с Ним у вас получается и жить, и поступать. Потому благочестие – это не что-то, что можно выписать по почте или приобрести килограммами в магазине. Благочестие – это то, что приобретается упражнением себя в благочестии. Потому и станем с вами людьми, которые не слушатели забывчивые, а которые делатели, и которые не только слышат, но живут и так поступают. И в этом да поможет и да благословит нас с вами Господь во имя Иисуса. Аминь.